Ралли «Шёлковый путь» продолжает своё продвижение из Астрахани, где состоялся старт на Москву, где запланирован финиш гонки. По пути караван участников посетит Грозный, Элисту, Волгоград и Липецк. Как уже рассказывали новости с колёс, марафон этого года оказался местом удивительного камбэка. После 27-летнего перерыва заводская «Лада Нива», подготовленная для рейдов, вернулась на гоночные трассы. Рейдовый внедорожник «Нива Ледженд» команды «Лада Спорт Роснефть» построен по требованиям стандартного класса Т2. Пилотировать машину взялся Дмитрий Воронов, на сегодня объективно быстрейший из российских роллистов. Впрочем, на прологе он откровенно прикатывался, предпочтя проиграть Мердану Тойлыеву. А на втором этапе повторил свой результат, пропустив другого пилота виртуальной сборной Туркменистана – Максомырата Донатарова. На третий день соревнований экипаж «Нивы» вполне закономерно одержал победу. Однако отрезок «Астрахань-Грозный» принес неожиданные приключения – подвел механизм переключения передач. Не двигатель, не коробка, а именно механизм переключения. Эта поломка стоила Воронову второй подряд победы. В самом начале дистанции воскресного спецучастка дуэт потерял около 40 минут на полевой ремонт. Хотя затем быстрый петербуржец сумел отыграть часть отставания. Кольцевой этап вокруг «Грозного» заставил желтую «Ниву» замереть на 10-м километре скоростного участка. На жесткой кочке сломалась шаровая опора. До финиша доехали, финишную точку взяли. Это позволит нам избежать 100-часовой пенализации. К сожалению, мы получим пенализацию за все невзятые точки, коих очень много. Впрочем, после серии неудач весь коллектив команды «Ладо Спорт Роснефти» был твердо уверен – дальше дела пойдут лучше. С машиной мы уже свыклись, механики знают, как ее обслуживать, мы знаем, как ее пилотировать. Поэтому мы надеемся сократить штрафные часы, начисление этого времени, а проехать спецучастки более-менее ровно. И в целом дороги будут помягче. И действительно, на пятом спецучастке Дмитрий Воронов наконец смог выжать максимум возможного из ситуаций. На финише марафонского спецучастка «Петербуржец» был первым, причем с часовым отрывом от ближайшего преследователя. Унывать нам точно не время, и можно как зацепиться еще и за призы, так и даже на первое место. Мы в бою, в строю, и будем продолжать в том же духе. В классе Т-2 дуэту Воронов за Городнюк удалось выиграть три этапа из семи. Но досадная поломка пока удерживает российский экипаж на четвертом месте в своей категории. Т-2 дуэту Воронов